Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я сделаю обзор на умопомрачительные разборки в ТикТоке. На арене цирка Надежда из Недогарок и Юлия Милая, а также Самбел Адамян, Николай Гранденико и Ижи с ними. Итак, в гостевом эфире у Самбел Адамяна Юлия Милая и девушка Лида. Эмоции кипят, страсти льются через край, и только Адамян с улыбочкой и хитцей смотрит и наслаждается всем происходящим. Такое впечатление, что Карабас-Барабас наблюдает за спектаклем своих кукол, или, как он раньше говорил, куколок. Ну а для начала я вам расскажу о том, кто такая Юля Милая. Ведь все наверняка знают Надю в лицо, но не все знают, кто такая Юля Милая. Я дошла на видео Самбела Адамяна, которое называется «Пришла женщина и приготовила курицу». И вот она, Юля Милая. Вот такая обычная жиночка. Помните, Самбел не хотел готовить курицу и позвал любого из зрителей, чтобы пришли и прямо у него на кухне ее приготовили, а он все это заснимет и покажет в Ютубе. Вот и нашлась одна такая смелая. Пришла, сготовила, рассказала все о себе, о своем сыне на минуточку ювелире. А главное, Самбел был очень доволен, но так уж хвалил ее курицу. Так уж она ему понравилась, что слушать претензии Нади о том, что она ее испортила, было как-то странно. Ну а как она понравилась Татьяне Васильевне, вы бы только видели. Она провожала Юлию до самых дверей, целовала ее в обе щечки. Уж так она ей понравилась. А особенно ей понравился ее сын-ювелир, потому что она имела на него кое-какие планы. Ведь у нее был драгоценный сундучок с ее золотыми украшениями. И только одного ей не хватало – хорошего ювелира, чтобы придать ее браслетам правильный вид. Ну, в общем, ювелир ей позарез был нужен. И когда Юля уже вышла за порог, Васильевна и Самбел в два голоса приглашали ее прийти к ним еще раз. И особенно обязательно привезти с собой своего сына-ювелира. Юля, конечно, им пообещала это сделать. И даже когда уже закрывала за собой дверь, Васильевна хотела ее задержать как можно подольше. Приглашала откушать курочку. Но она повела себя достойно. Сказала, что утропедничать она точно не будет. Ну и чинно-благородно с ними попрощалась. Вот такая жиночка Юля. Прошу ее любить и жаловать. Но теперь приступаю именно к обзору грандиозного скандала в ТикТоке. Может быть, кто-то начнет высказывать свои претензии к Юле Милой. Может быть, кому-то не понравится, как она выглядит. Но я отвечу вам заранее. Именно в прямом эфире ТикТока Юлия сказала, что живет она сейчас в Германии, не работает, сыновья ее хорошо зарабатывают, настолько хорошо, что она может поставить себе хорошие зубки, по-моему, даже виниры. Ну а вот в сравнении, ну той же Нади, вспомните, какой у нее железно-золотой забор во рту. Поэтому осуждать людей мы не будем, а будем искать истину, кто прав, а кто виноват. А в чем же смысл конфликта? А вот в чем. Юлия Милая имеет личную неприязнь к Надежде из недогарок, и у них это взаимно. И главная ее претензия в том, что Надежда не справляется со своими обязанностями сиделки. Пока я не увижу извинений на канале у сам Белла и должного ухода за мамой за тысячу баксов с оплаченной квартирой, коммуналкой и полным пансионом, я свой рот не закрою. И далее в гостевой эфир включались еще пару девушек, и главная их претензия была, что Юлия неправильно себя ведет, смеет оскорблять Надю, смеет называть ее Надькой. И в общем еще кучу причин нашли, чтобы высказать свое си. Пусть в грубой форме, но это Юля сказала все по делу. Если Надя официально сиделка шубы получает за это деньги, то то, как она ухаживает, ну просто ни в какие рамки не укладывается. Думаю, что 90% зрителей назовут ее работу преступлением. Стопроцентно можно назвать Надежду кухаркой для сам Белла, но никак не сиделкой у Татьяны Васильевны. То, что она варит все эти пельмени, вареники, чебуреки, да и все остальное. Ну разве это назовешь диетическим столом для диабетчика? А как она делает ей инъекции инсулина? Как на душу упадет, так и делает абы как. И то, что на глюкометре мы все видели показатель 3 и 6, я ни за что не поверю в Надину брехню, что это измерение ее сахара. 100% даже могу дать гарантию, что-то она вколола Татьяне Васильевне неправильную дозу инсулина на 2 лет и чуть не довела ее до гликемической комы. Ну и конечно же, чтобы сам Белл не пнул ее под зад коленкой в ее недокорке, срочно поменяла показания, что это ее измерение сахара. Не верю. И пусть Юля говорила на повышенных тонах, с дрожью в голосе. Можно даже сказать, что у нее случилась истерика, но она выразила мнение большинства зрителей. Лично я думаю точно так же. И вот заметьте, почему у других не бывает таких скандалов, а у сам Белла без этого не обойдется ни одно видео. Конечно, понятное дело, чтобы не было таких извинений, нужно выполнять свою работу правильно, добросовестно, готовить диетические блюда, гулять, заниматься с Татьяной Васильевной, делать какую-никакую зарядочку, а не вытворять то, что для Нади стало уже обычным делом. Как, например, вставать скалой между матерью и сыном, при каждом разговоре не давать ей высказать ни слова и все время отвечать за нее. Кто-нибудь видел в видео откровенный разговор Татьяны Васильевны с сыном? Это стало просто невозможным. Стоит только Татьяне Васильевне покривить лицом в знак того, что она хочет ему что-то сказать, как Надюха разворачивается всем торсом и говорит, «А что-то вы меня кривляете, Васильевна, ну разве так можно? Но ты должна выйти в другую комнату и не подслушивать чужих разговоров, а не кричать, что ты потом все посмотришь в видео». О чем они там разговаривали? Надежды стало очень много в их жизни. Ну а то, как она ведет себя с молодежью за столом, как пускается во все тяжкие и какие анекдоты отпускает, я об этом даже говорить не хочу. Изредка Самбыл пытается вставить свои, как говорится, пять копеек. И говорит он, что он очень рад, что не нанял настоящую сиделку, а пригласил Надю. Она его очень устраивает во всех отношениях. И главный показатель ее добросовестной работы – это нормальный сахар мамки. Так-так-так-так, понятненько. Значит, все остальное его абсолютно не волнует. И то, что у мамки третий день уже красный глаз. Вы видели, какой был отек под глазом? Как будто и кто-то зафиндюлил синяк. А то, что у нее болит спина, то она ходит, как крабик, больше руками, чем ногами. То, что она глухая и не имеет слухового аппарата. То, что она теперь стала близоруко и не видит все, что находится в метре от нее. Ведь эту проблему можно было решить очень просто. Сходить к окулисту и выписать ей очки для близорукости. Потому что, когда ей поменяли хрусталик, зрение изменилось. И если она близко видит, а далеко не видит, в том числе не может смотреть телевизор, нужно просто откорректировать зрение очками для близорукости. И все. Но сам Вэлла-то это нисколько не интересует. Ему главное сбросить эту ношу со своих плеч. Поэтому его абсолютно все устраивает. И он готов целовать порепанные пятки на ногах Нади. Лишь бы только не носиться сюда за каждым уколом инсулина. И вы знаете, мне даже стало жалко эту Юлю. Она была одна и единственная против всех. Смотреть в этот момент на довольное лицо Дамяна было крайне неприятно. Правда, немножко оправдаться ему все-таки пришлось. Юлия сказала, что она переписывается с Самвеллом. Они ведут беседы по ночам. И даже занимаются таким, о котором Надя только мечтала. Надя, конечно, выпала в осадок. И потребовала у Самвелла говорить ей все в лицо. А не сплетничать с кем-то по ночам. Если моя работа тебя не устраивает, то я собираю манатки и уезжаю. Ой, Наденька, ну куда ж ты уезжать-то собралась? Уж не к тому ли мальчику, который у тебя снимает квартирку, а? И вы знаете, из всех, кто был в гостевом батле, громче всех визжала ультразвуком Надюха. Самвелла за ее голосом даже слышно не было. А также мне понравилось, что Юля подняла тему Зины. Она так сказала, что Зина перестала к ним ходить из-за того, что к этому приложила руку Надя. Но Надя тут же переключилась на Самвелла и требовала рассказать всю правду. Но Самвелл сказал, что Зина человек пожилой, больной, и он не хочет, чтобы у нее случился инсульт из-за его показаний. Но прям там, так мы тебе, Самвеллка, и поверили. Ну что же там могла такого натворить Зинаида Васильевна? Ни за что не поверю. Я осужу людей по поступкам, а не по вашим словам. Зина отшила себя сама своими поступками. Люди их не знают, и рассказывать я их не буду. Вот так заявил Самвелл. Но лично я в это никогда не поверю. А что думаете вы по этому поводу, напишите в комментариях. Интересно с вами будет это обсудить. Я лично не на чьей стороне. Я за справедливость. Надя продолжает кричать на Юлию. Еще раз я почую от тебя слово «Надька». Еще раз. А я думал, ну и что будет? Надежда даже умудрилась внедрить в этот разговор и причину всего этого сырбора – Татьяну Васильевну. Так сказала, что Васильевна просто в шоке. Думаю, о ком это Надюха говорит, когда Татьяна Васильевна была в шоке от их разборок. Она скорее мило улыбается, но совсем не испытывает того чувства, о котором говорит Надя. На вопле Наде «Шо я не так раблю?» Самвелл ответил «Я говорю всем, хватит балагана. Если бы меня не устраивала Надя, я бы сказал ей, без всяких скандалов, мы с тобой продолжаем общаться, но ты уезжаешь домой. Можешь приезжать в гости, но с мамой будет сидеть другой человек». Да, был такой момент, который мне очень не понравился, но этого момента больше не будет. Ха-ха-ха, какой наивный человек. Но и Юлии он тоже благодарен за то, что она написала ему в комментариях, чтобы он взглянул на глюкометр, проверил показания, и он послушался именно её совета. И как видим, не зря. Надежда с мамкой, оказывается, скрывали большой сахар и говорили ему только хорошие показания. Вот вам и пожалуйста. Ну и Надежда оправдывалась, что она, конечно, виновата, что скрыла большой сахар. Но Василиевна брехать никогда не будет. Я её предупреждала, что я скажу Самвеллу всю правду, но пожалела Василиевну и скрыла. На что Самвел ответил, что именно скрывать от него как раз-таки ничего и не надо. Вот это была её главная ошибка. Ну а я добавлю, что кроме этой ошибки у неё найдётся ещё как минимум столько, сколько можно пересчитать на пальцах обоих рук и ног. Вот такая качественная работа у Нади. Но она, конечно, тоже не синь-пяди во лбу, старается по-своему, не отходит от плиты и, надеясь, сделает свою работу над ошибками. Ругались они, конечно, долго, целый час. И Аллу Ковальчук задели, и Колю, у которой гранды Ника. И только они о нём упомянули, тут же появился его аккаунт в прямом эфире. И когда Самвел распинался и рассказывал, какая Надя умничка, и как она его хорошо слушается, вдруг прозвучал голос Коли. Можно мне слово? Я уже жду полчаса. На слово ему давать никто не собирался, и ему пришлось подождать своей очереди. Девчата, можно я скажу? Я уже этот балаган устал слушать. Беру регламент пять минут. Это моё личное мнение. Хотите записывайте, хотите не записывайте, говорит Коля. И предлагает Юлии и Надежде решать свою жутчайшую антипатию друг к другу где-то неприлюдно. Второй вариант. Если Юлия что-то не устраивает в работе Нади, приедь и покажи пример, потому что создаётся впечатление, что вы две конкурентки. Далее Коля признался, что он сам не раз покрывал Васильевну, то есть были у них какие-то секретики, и он её не сдавал Самвелу. Но так как у него есть богатый опыт в уходе за пожилыми людьми, он прекрасно понимает, что таких секретиков быть не должно, и нельзя таких больных покрывать. Надо было сказать правду Самвелу, потому что за это она получает деньги, и это в первую очередь здоровье пожилого человека. На что Юля сказала, что Коля золотой человек. Ну и Надежда предлагает, возьми Юлин телефон, я ей буду лично скидывать все показания, каждый день, что мы рыбку тушим, всё я ей буду скидывать. А вообще, друзья, у меня сложилось такое впечатление, что посторонние, абсолютно чужие люди беспокоятся за Татьяну Васильевну в то раз больше, чем о ней думает её родный сыночек. Ну, не говоря уже о её родной доченьке. И ещё Самвел сказал, что он очень даже доволен, что он взял того человека, которому доверяют. Он знает, что Надя не будет ждать, когда Татьяна Васильевна покинет нас в мир иной, ибо в этот же момент она отправится в недогарки. И ещё я обратила внимание, друзья, что у Надежды из недогарок подписчиков гораздо больше, чем у того же Николая. И даже если учитывать, что это новый аккаунт Коли, а старый у него заблокирован, всё равно это какой-то нонсенс. Ну и Самвел подытожил, если бы его мама что-то не устраивала, она бы точно этого не терпела. Поэтому другой сиделке не надо, менять он никого не хочет. Ещё Надюха напомнила, как Юля приходила к Татьяне Васильевне, испортила ей курицу и забрала раскладушку на халяву, которую принесла Кристина. На что Юля парировала, что ты вообще у Самвела и его зрителей поимела гораздо больше, чем эта раскладушка. Ты от них добилась того, что они оплатили тебе несколько дорогостоящих операций по эндопротезированию двухколенных суставов, потом ей вырезали требуху. Так что Надя имеет от Самвела больше, чем все вместе взятые. И вы знаете, о чём я подумала? А вот нужен ли весь этот скандал Татьяне Васильевне? Ведь у неё только от этого может подняться сахар. Зачем Надя не только даёт ей это всё слушать, но ещё бежит ей всё это прямо на ухо? Да, на то самое, одно-единственное ушко, ибо второе она потеряла. Вот как-то Самвел об этом не подумал. В общем, конечно, творился дикий ужас. У всех была куча претензий к этой бедной Юле. Но Юля угрожала Надюхе тем, что скоро приедет в Днепр, придёт на планетную и будет смотреть, как Надюха научилась колоть инсулин, потому что руки у неё до сих пор трясутся. Колодь она его не может. Но Самвел сказал, что ему всё равно, чем она ей колет, руками или левой пяткой правой ноги, ему это до лампочки. Но в конечном итоге мы можем смотреть всех лицедеев этого душдомика, но в любом случае, думаю, выяснение отношений пошло им на пользу. И надеюсь, что больше они своих ошибок повторять не будут. А на этом я буду заканчивать свой обзор. Большое спасибо вам за внимание, за ваши комментарии, подписку. А я с вами не прощаюсь. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова